Добрый день, дамы и господа. 10 июня 2024 года у микрофона Леон Майнстайн в Лос-Анджелес, Калифорния. Целый ряд вещей, о которых хотелось бы сегодня поговорить, поэтому не буду очень углубляться, а просто расскажу какие-то забавные эпизоды о том, что, собственно, происходит сейчас на Катарийском хауме. Нам все время говорили, что Трамп виноват в событиях 6 января в Вашингтоне. Он якобы подливал маслом огонь, кроме того, якобы подталкивал к совершению законно избранной власти, якобы специально не вызвал охрану. Единственное, кого он мог вызвать, это национальную гвардию, например. А там полиция городская, не ему подчиняется, армию нельзя вводить в города по институции. Вот, а вчера в Конгрессе по требованию республиканцев кинокомпания, телевизионная компания, HBO предоставила видеозапись разговора Нэнси Пелоси с руководителем ее офиса, такая Терри Магелла, когда всех членов Конгресса охрана как раз вот 6 января, попросила очистить здание и быстро их как бы переводила к заднему ходу и выпускала из здания. Значит, Нэнси говорит, надо срочно вызвать национальных гвардейцев. Поздно, отвечает ей Терри, это вот ее офис-менеджер. А дочь Нэнси Пелоси в это время, Александра в это время, везет съемку беседы. Терри говорит, люди уже в здании, поздно, люди уже в здании. Это моя вина, говорит Нэнси, я не дала вызвать национальную гвардию. Слушайте еще раз, это моя вина, сказала Нэнси, я не дала вызвать национальную гвардию. То есть кто-то хотел вызвать национальную гвардию. Нам Трамп все время говорит, Я хотел вызвать национальную гвардию, но я напрямую не распоряжаюсь ею, поэтому я ничего не мог сделать. Оказывается, Нэнси не дала. Интересно, что вот это 42-секундное видео, часть съемок, которая велась HBO в этот день, не была затребована комиссией по расследованию событий 6 января. А Пелоси, не зная, что эти слова, эта фраза заснята, еще раз это снимала ее дочка Александра, спокойно утверждала впоследствии, клялась, что этот Трамп не дал вызвать национальную гвардию. Я не знаю, как точно она вызывается, но, видите, оказывается, председатель, руководитель спикер парламент, конгресса может не дать вызвать. Тем временем Конгресс никак не может получить от генпрокурора Америки Гарланд запись беседы прокурора Хура, спецпрокурора Хура по делу Байдена. Значит, с Байденом была беседа Хура, после этой беседы Хур написал, что Байден симпатичный старик, без памяти и способности сопоставлять факты. Интересная характеристика для президента страны, верно? Вот. Одновременно Конгресс передает Минюсту, то есть генпрокурору, требования на расследование обманов Хантера Байдена, сын Джо, и Джима Байдена, это брат Джо, которые обнаружились в их показаниях в Конгрессе. То есть они, подняв руку, что называется, клялись, говорили правду, правду и только правду, а сейчас начинают выясняться, какие документы вырезаются в связи с делом Хантера в суде, которые выясняют, что они лгали. То есть мы все понимали, что они лгут, но от понимания до фактов довольно далеко. Значит, идет суд над Хантером, и сегодня, вот как раз сегодня присяжные получили инструкции от суда, в течение часа там о чем-то беседу были, потом их отпустили до завтра, и завтра они будут решать, значит, ну там за день, за два, за три, за две недели, мы не знаем, за сколько, но будут решать виновлен Хантер в обмане федерального правительства, заявив, что он не на наркотиках, когда он покупал оружие. Значит, защита Хантера говорит, что очень смешно, что именно тогда, вот тогда, когда он подписал, он не употреблял, а сидел на спиртном, а не на наркотиках, и не помнит ничего, так как был в течение двух месяцев пьян. В запое, по-нашему, по-русски говорят, человек был в запое, не помнит он ничего, что от него хотите, это вот защита. А текст, он, кстати, вот на следующий день, по-моему, за два дня, сейчас не помню, до того он купил, подписал, что он не употребляет наркотики, он своей сестре, значит, которая выясняла, где он, потому что его там дома не оказалось, написал текстом, что я в машине вечером так накурился крака, что не мог двинуться и, так сказать, заснул Меревецким снова в машине. Так вот, защита говорит, что этот текст, который написал, это была шутка. На самом деле он был пьян, а не на краке, а пошутил, что он употребляет, значит, наркоту. Вот. А если присяжные решат, что Хантер врал, что он употреблял, да, ему, значит, грозит тюремное заключение. Вся семья Байденов, включая маму наркомана и вдову его старшего брата, с которой он вместе употреблял и спал с ней, значит, они покуривали, там, выпивали и трахались, извиняюсь, да, вот, приходила ежедневно в суд и садилась поближе к присяжным и усердно плакала. Вся семья этим занималась. Даже если обращения Конгресса не будут исполняться, значит, сегодняшним генпрокурорам, когда Трамп придет в Белый дом, после всего того, что демократы ему устроили, трудно поверить, что его администрация не ответит, скажем, тем же Байдену, его семье и подельникам, юридически и судебным образом, естественно. Тем временем, значит, одобрение деятельности Байдена на посту президента замерло на планке 37,4%, с рейтингом, так называемым разочарования, отрицательным рейтингом 56,6%. Это, значит, это вот то, что происходит, это вот после осуждения Трампа опросы идут. Сейчас я скажу об этом тоже. Значит, рейтинг Байдена начал ползти вниз с момента побега из Афганистана. Когда его избрали, у него был рейтинг 56%, думали, ну вот пришел, сейчас все успокоится, все будет хорошо. То есть, по-моему, козлы, но неважно, думали так. К моменту побега из Афганистана он уже шваркнулся на 7%, был 49%, а неделю спустя побега был уже 42 или 43%, сейчас не могу вспомнить точно. И никогда больше, собственно, и не поднялся с этой низкой планки. Когда Трамп ушел из Белого дома, у него рейтинг был 41,6%, а сегодня у Трампа более 46%, что поразительно, на самом деле, для человека, которого атакуют суда, в прессе, по всему миру, на самом деле. Но самое главное, что в шести колеблющихся штатах, а после временного некого падения рейтинга Трампа в связи с решением присяжных, ну, о том, что он неправильно себя вел с проституткой Сторми Дэниелс в 2015 году, снова наблюдается возвращение к тому, что было до этого. А именно, вот, скажем, у Аризона, у Байдена, хотят его президентом 31%, и это один из штатов, где все будет решаться. А не хотят, соответственно, вы понимаете, сколько, да? В Джорджии 32%, в Мичигане 35%, в Неваде 35%, в Сильвании 34%. Ну, 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 значит, вот как с такими цифрами можно претендовать на продолжение президентства, ну, совершенно не ясно. Но 27 июня, то есть, так сказать, вот-вот-вот, Трамп будет на сцене в СНН с Байденом в 6 вечера по нашему времени, это 9 вечера Нью-Йоркского, и будут дебатировать чего-то. Значит, зрителей не будет прерывать друг друга будет нельзя, потому что микрофон будет отключаться. А правда, ну, как вы все понимаете, СНН очень постараются вытаскивать Байдена, если он будет тебя закапывать, а он явно будет тебя закапывать, и будут постараться задавать ему какие-нибудь вопросы, которые, во-первых, очень легкие, во-вторых, заранее с ним отрепетированные, чтобы он знал не только вопрос, но и наизусть знал ответ, там и т.д. и т.п. А, значит, Байден вызвал Трампа на, так сказать, на вот такую вот дуэль, как бы, да, но, конечно, он идет на ринг, рискуя Байден, я имею в виду. Трамп тоже рискует, потому что там будет неблагоприятная обстановка, но Трамп уже, значит, потребовал обследования психиатра, психиатрами обоих, значит, и того, и другого, за две недели до дебатов, и обследования на наркотики и допинги, значит, перед дебатами, не знаю, там, за пять минут, за полчаса, два часа, там, и тому подобное. Если Байден завалит эти дебаты, на что есть 50% шансов, сейчас объясню, на что есть еще 50% шансов, то на съезде партии его прокатят. А там есть, насколько мы знаем, есть два человека, фракции, которые борются, одна фракция, это вот Геви Ньюсом, это племянник Нэнси Пелоси и наш губернатор, Галифордийский, очень плохой губернатор, он такая сладкая, скользкая личность, женщины, многие женщины таких любят, а второй человек, это Мишель Обама, так сказать, ну, не знаю, насколько, так сказать, там, эти фракции победят, не победят, в общем, кому Сорос скажет, что он будет убираться, тот и будет убираться. Уже теперь Сорос младший, потому что я думаю, что Сорос старше уже не совсем в состоянии. И если Байдену удастся продержаться без особенных ляпов, скажем так, то он останется представлять партию на выборы в 24-м году, и что там они дальше будут делать, мы уже не знаем. СНН выделила двух ненавидящих Трампа дикторов, это Джейк Таппер и Дана Баш, быть модераторами. Значит, конечно, Кеннеди, который по всем правилам предвыборной комиссии должен был бы участвовать в дебатах, отстранен, потому что было придумано, сейчас скажу кем, провести эти дебаты мимо избирательной комиссии, то есть они теперь не обязаны действовать по избирательной комиссии мы вообще не будем с вами делать и иметь дебаты. Значит, не будет людей, как я уже сказал, никого в зале будут закрывать микрофоны, когда кто-то будет говорить, я не знаю, думаю, что ведущие будут прерывать, особенно Трампа, и даже и Байден, если он будет очень, так сказать, валиться, чтобы не дать людям понять, что он уже совсем заваливается. Кто придумал, как бы вот все это проделать, мы не знаем. Кеннеди говорит, что оба виноваты, мол, Байден просто предложил, а Трамп потому что согласился, но так как придумали это демократы, договорились с СНН, СНН, так сказать, озвучило, Трамп тут же сказал окей, надеясь, то есть даже не рассчитывая ранее на то, что Байден будет с ним дебатировать, поэтому он согласился где угодно, как угодно, в любом месте, на любых условиях, потому что вот как бы для Трампа он считает очень важно показать позиции, подходе, во всем остальном, значит, разницу между ним и Байденом. Два пожилых человека, один совершенно сломленный возраст, а другой в расцвете своих собственных сил. Вот, следующие дебаты, если Байден все еще будет кандидатом, будут на ABC, по-моему, в сентябре, если не ошибаюсь, я кто не проверял дату, потому что совсем не уверен, что они состоятся. И опять, значит, вне комиссии, то есть опять никакого Кеннеди, хоть он там половину будет в это время, избирателей будут за него, ну, плевать, не дадим мы его возможность выйти на сцену, точка. Вот. Иными словами, если нельзя, но очень хочется, то можно. Это принцип, такой как бы, принцип Соединенных Штатов Америки и Запада сегодняшнего дня. Но, так как мне сразу же скажут, что ты на Запад наезжаешь, ты сразу хочу сказать, что на Востоке вас вообще не спрашивают, что вам хочется, а если вы чем-то недовольны, то бьют саперной лопаткой по голове или, как это делали во времена Горбачева в Грузии, просто точат саперную лопатку и отрезают голову девушкам, которые посмели выйти на ремонстрацию к парламенту университетских девушек. Так что, видите, пока у нас голов никто не режет, никого, что называется, на глазах не избивают, так что у тех, кто не видит, что у них под носом происходит, есть полное ощущение того, что у нас тишь гладь Божья благодать и не дай Бог выберут Трампа, вот тогда будет ужасно, а если не выберут, все будет очень хорошо, как при Горбачеве. Окей, господа, значит, есть у нас перестройка, есть у нас гласность, только вот в 2020 году не было, а сейчас все-таки есть, прорвались. Окей, на этом все, до свидания, до следующих встреч.